Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 августа 2016 года, вторник По одному из старинных, 39-й день месяца получения даров природы 7524-го лета, пятница Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Семья и духовный путь, самосовершенствование И автор-соведущий Дмитрий Лапшинов Здравия тебе, Дмитрий Здравствуйте, друзья В прошлый раз мы говорили просто про самосовершенствование Понятно, когда человек один живет, сам себе хозяин Хочет самосовершенствоваться Не хочет не самосовершенствоваться Хочет очень самосовершенствоваться А тут у нас добавилась еще одна составляющая Установка Это семья Вот давай поговорим Насколько семья взаимодействует с индивидуумом Насколько индивидуум взаимодействует с семьей Насколько все лица внутри семьи, между собой Как-то взаимодействуют, друг на друга действуют И в конечном итоге, что же там может совершенствоваться Как, например, мужчина, как женщина, как один ребенок Или как множество детей, как, в принципе, и должно быть Вот, я думаю, об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней передаче Пожалуйста, представляйте микрофон Меня, кстати, просили перед началом, так обмолвюсь Меня просили в Ютубе, там, в комментариях Алексей, мы же не тебя пришли слушать, мы и Дмитрия пришли слушать Поменьше там вставляй всякие реплики, дай поделиться Итак, предоставляйте микрофон, говори Понял, благодарю Еще раз всем здравия Итак, на сегодняшний день существует распространенное мнение Возможно, заблуждение, по крайней мере, для меня Что, особенно, кстати, среди духовных людей Духовно самосовершенствующихся Что, вот мнение такое, что семья является препятствием на пути духовного развития Причем твердо убеждены в своем воззрении Твердят о сохранении семени, во избежание потери энергии И так далее, и тому подобное И вот, мое мнение касаемо всего этого Взаимодействия семьи и путь самосовершенствования и духовное развитие Но прежде чем приступить к этой тематике Своё воззрение на само духовное самосовершенствование скажу Вообще, для Духа нет принципиальной разницы самосовершенствования Семья один без семьи Дух – это состояние сознания Причем сегодня также думаю, что Дух – это чистоволя Нет, Дух – это сверхсознание Это состояние сознания, тотального присутствия Пребывания в каждой единице мгновения Где разум человека соединён со сверхсознанием И как мост между ними подсознаниями И вот они в ладу между собой И Дух беспрепятственно истекает и проявляется через сознание Вот это и есть состояние духовности, светоча То есть Дух беспрепятственно проявляется через разум и тело Душу, разум и тело Всё остальное – это практики, которые позволяют проявить беспрепятственность Духа в явь Практики бывают как одинарные Всевозможные направления системы по самосовершенствованию Так и, как говорили наши предки Сама семья является основой и крепким фундаментом Для проявления своей духовности Так как, первое, в семье оттачивается и взращивается душа Способность любить, проявлять свои чувства Точно так же раскручиваются энергетические вихри При соитии пары мужчины и женщины обмениваемся энергиями Если человек слабый каналами, у него может управлять энергией, то да, он теряет энергию Если же человек встал в цельности, развил свои энергетические каналы То, что мы обычно сегодня слышим как меридианы Мне больше по душе аспасовское выражение Это как жарие струны, жарие живы То есть энергетические каналы те же самые И вот если человек открыл свои каналы, жарить струны И чисто сознанием находится в стане, в чистом восстановке внутреннего диалога Тогда он не теряет энергию, а наоборот раскручивает сильные вихри И вот в таком состоянии мужчины и женщины в стане Они активно раскручивают эти энергии, входя в термоядерный синтез И вот раньше даже говорили, что пара создается для взаимопомощи духовного роста Именно мужской аспект это искусство поднятия вибраций Женский аспект шире Это расширение энергетического потенциала Вместе при соединении мужчины и женщины мы становимся объемом И вот самый быстрый путь самосовершенствования духовного Это вот как раз семья Первое, объединяются наши энергии Мужское качество, способность глубь, то есть поднятия вибраций Женская шире, то есть расширение энергии В результате которого мы становимся объемом, то есть цельным И второе, это душевное проявление Способность оттачивать свои душевные качества И вот по сути наш дух вне времени и вне пространства Вначале обмолвился, что сегодня под духом подразумевает воля Нет, по крайней мере, все, что я говорю, это мое воззрение Но тем не менее, для меня воля и любовь – это прерогатива души Двойственный аспект начинается от души Дух – это сознание, как уже говорил, которое проявляет душу А уже душа имеет качество – воля, электричество и душа – магнетизм Вместе мы электромагнитная природа На уровне духа мы все эти аспекты едины Итак, дух на уровне духа мы – дух вне времени и пространства И он имеет качество так называемого бессмертия Только наше тело тленно и разум, обнуляясь, не помнит свои предыдущие воплощения И вот состояние цельной духовности человек приобретает, занимаясь определенными практиками То есть сначала вспоминает свои воплощения, то есть достигает просветления То, что мы называем сознание И потом телесного бессмертия И вот так называемая духовная бессмертия цельность То есть мы расширили сознание, довольное духа и еще и тело нетленное Это довольно-таки серьезный уровень, долгий уровень И не все за одно воплощение чего достигают И вот такое же бессмертие человек получает либо через свое самосовершенствование Либо с каждым чудородием То есть каждый ребенок – это наш фрактал подсознания Который проявляет наш один аспект И вот раньше волхвы, так называемые Это качество, которые способны достигать состояния самостоятельно и автономно Ну, наверное, весей, либо, наверное, витязей Такого же состояния легче достичь через семейные практики Вот это вот, что касается духовности И если просто говорить о развитии семейном В том социальном аспекте, который мы принято считать сегодня Ум, разум, интеллект, развитие То, как раньше говорили предки И я с этим абсолютно солидарен То человек должен не воспитать ребенка То есть не чему-то его научить Родители, я имею в виду А вскормить Что значит вскормить? Вскормить – это не значит накормить его Там до какого-то периода возраста Скормить – это значит увидеть в ребенке его ценности И помочь ему в них реализоваться То есть не навязать свою точку зрения В том, чем, допустим, я там не реализовался К примеру, там в каком-то И вот дай-ка я теперь там в балет не доходил Там не научился танцевать Дай-ка, допустим, мама Все, мой ребенок будет ходить в балет То есть мы не должны навязать свою идеологию А увидеть у ребенка его принципы, интересы И помочь ему реализоваться в них Вот это основное искусство родительское Вскормить, повторяюсь, не накормить А именно другое Все остальное, касаемое попутного ветра Это для того, чтобы человек, ребенок Достиг этой своей идеи И реализовался в ней Мы можем лишь готовить почву То есть не тянуть морковку за ботву А готовить почву, чтобы морковка быстрее выросла Точно так же и здесь Не навязывать, не заставлять А готовить внешние факторы Для ребенка И это как внешние факторы Социальные, бытовые, так и интеллектуальные Определенными методиками Как минимум через координацию Запускает центральную нервную систему А центральная нервная система запускает мозг Мы способны увеличить способности Ребенка ума, разума, интеллекта Который, имея плацдарм Гармонизация полушария мозга И ума, разума, интеллекта Быстрее уже реализуется в своих ценностях Итак, это, в общем, основной принцип Первое Духовность не обременена Семьей, либо не семьей Семья – это лишь форсаж Для проявления духовности Первое И что касается развития Уже более явного Эта цель не столько, сколько навязать Свою идеологию ребенка А заметить и увидеть его Собственные интересы И помочь ему в них реализоваться Это вот основная Постулата, которой я придерживаюсь Это мое увоззрение Пути развития семьи Что касается детей На сегодняшний день Разные традиции Нам могут сказать, что Должно быть там один ребенок Два, девять, шестнадцать Круг Как уже говорил человек Как диаген Бегал среди людей Кричал Ищу человека Все мы люди Но не каждый человек То есть Мы все отличаемся По частоте вибраций На уровне духа Мы все едины И отличаемся Лишь своими болячками Которые определяют Наши вибрации Итак, болячки на уровне тела Эфирного, жарьего тела Ментального И всех наших тонких тел В совокупности Мы и отличаемся Итак Это задает тон вибрационный Наш И людей Условно Можно Как поделить Людина Человек И аз Бог воплощенный на земле И вот Если человек Находится на уровне Веси Веси Людины То Если он Не занимается Практиками То для того Чтобы ему Раскачать свое эфирное тело То есть подсознание То есть Дух проявляет Своё бессмертие Через щедородие Ему в среднем И нужно было Высший круг 16 детей Если человек Более высоковибрационный То ему в помощь Более низкий круг 9 Если же человек Автономен На уровне аза Волхва То он может Самостоятельно Не через внешние фракталы То есть щедородие А самостоятельно Это все взращивать И проявлять Свой бессмертный дух Вот в принципе Основная моя идеология Касаемая этого Понятно Давай тогда уточним Некоторые моменты Которые вот сейчас Мне в голову приходят По мере того Как ты говоришь Кстати И вопросы уже поступают К нам Из чата Народного славянского радио Я их потихонечку Залю сюда Пока ты говорил К нам В чат перебрасываю У меня возник такой вопрос Понятно Чем получается Ниже вибрационная Составляющая человека Тем больше нужно Компенсаторов То есть Скажем так В семье детей Которые будут Уравновешивать Саму семью Давать какие-то Новые качества Каждому члену семьи И в том числе Родителям Папе с мамой И чем выше Уровень вибраций Чем выше его Подготовка К этой жизни И к переходу В следующий уровень Игры То в этом случае Меньше можно детей Или можно вообще Без детей Обойтись Но ведь известно Что хорошо Когда тебя окружают Хорошие люди Когда в твоем Саду Цветут Растут Хорошие яблони И груши А не просто Дичка какая-то И поэтому Когда так сказал Что вот Жрецу Не обязательно Иметь Много детей А некоторые подумают Вообще не надо иметь детей В этом случае Это вопрос А кто тогда Будет окружать Тех Людей Которые Сейчас присутствуют Большей мере На земле Если Жрецы Волхвы Витязи Не будут Продолжать Свою потомство В большом количестве Ведь В этом случае Будет меньше От хорошего Дерева Плодов И означает Что меньше будет Хороших детей В этом мире То есть Улучшение породы Будет ли в этом случае Происходить Да Совершенно Хороший вопрос Хороший подход Здорово Что задал Будет Каким образом Мы все связаны На уровне Подсознания Между собой Если мы Мы сейчас Говорим об эталоне Если Волк Действительно Не обманывается Сам себя Что он действительно Достиг Качества Нави Ой Прави То есть Грубо говоря Просветление Сознания И он поддерживает Как эффект Сотой обезьяны То есть Один поднял Вибрации Его поле Настрой Влияет На Еще и На окружающих И тогда Он будет Задавать тонус Остальным Если же Соответственно Достиг Этого качества Если он обманывается Дай-ка я Не хочу Допустим На самом деле Подсознательно Где-то убежал От ответственности И она Не ума думает Да я Волк Я там Практик Пойду-ка я Лучше в горы На самом деле Вибрация Не соответствует То такой человек Самообманутый Не поддерживает Никакого баланса Тут О чем мы еще говорим Если об эталоне То да Поддерживает Именно своим Пребыванием Вибрационным Так как Подсознанием Мы все Тесно связаны Между собой И одни Достигают Эту комбинацию Вибраций Самостоятельно Через одну единицу То есть Сам достиг Просветления Либо Через Несколько Единиц Продолжая Плодя Чадородия В совокупе Либо Несколько Чистых душ Либо Один Душевно-духовный Хорошо Давай еще уточню А если К примеру Волк Или жрец Ну понятно Свои функции У них Должны быть Личного Возрастания На этой земле Если все-таки У него Есть желание Увеличить Количество Своих детей И скажем так Круг Шестнадцать детей Здесь Воспроизвести Будет ли это Как-то выбиваться Из той конвы Которую ты Предложил Нашим радиослушателям Нисколько Человек Пребывая В состоянии Аза Просветления Он уже Просто Играет Как хочет Если у него Появилось Это желание Ну соответственно На этом уровне Он появится Не от ума А от сердца Так как Хаотичный Внутренний Делок погашен От сердца То Пожалуйста Он уже Не тратит Энергии Он уже Не тратит Вибрации Он уже Как единица Цельная Если есть желание То мы уже Мы вправе Играть В эту игру По названию Жизнь Как хотим Только Главное Не обмануться Умом А следовать Сердцу Вот тогда Да Тогда мы В вязи То есть В цепи Души Духа В противном же Случа Мы поступаем От ума И вот Волх Да Он в потоке Души Если это Желание Возникло То Конечно Да Он ничего не потеряет Он только приобретет Хорошо Я согласен с тем Что ты сказал И в принципе Согласен с тем Что вот Ты сказал Если люди Будут Хорошие люди Будут Больше Воспроизводить Детей Здесь Своих родов Сюда запускать Больше И будут правильно Воспитывать От этого Наш мир Будет Прогрессивнее Быстрее Улучшаться Нежели Чем просто С точки Зрения Энергетики То же самое Если еще Энергетически Подпитывать Большое количество Детей И правильно Воспитывать То в этом случае Еще тоже Будет ускорение Поэтому И с той С другой стороны На мой взгляд Необходимо Действовать Чтобы это все Было правильно И хорошо Так Вопросы Очень быстро И Приходится А можно я еще Добавлю Да конечно Пожалуйста Дополняй Здесь Лично мое мнение Что мир Он не столько Будет лучше Либо не столько Будет хуже Сколько он будет Такой Какой надо Тому Человеку В котором он попал То есть Подобное Всегда будет Притягиваться Подобное И все варианты Событий Уже существуют Которые проживают Одной и той же Сущности По сути Мы как Находимся Каждый из нас Мы живем Мы находимся В одной школе Но каждый На разном классе Несмотря на то Что мы можем Друг с другом Находиться И мы можем Друг с другом Находиться Но у одного Красочно все происходит А у другого Не красочно И поэтому Каждый по частоте Своей вибрации Притянет Без разницы Один допустим Сосед Там Достиг волха У него там Дети хорошие Много А другой Нет У него там все Там плохо Мрачно И не потому Что у него там Детей нет А потому что Он сам Подсознательно Себе сомневается И получает Определенные Такие же уроки Другими словами Я еще раз Подчеркну Что для меня В моем воззрении Нету Хорошо Плохо Есть то Что надо То что заслужил С тобой С тобой Абсолютно Согласен Нисколько Не собираюсь Опровергать То что Сказал Потому что Сам Неоднократно Обращал Это внимание Это все Жизнь Существует Мало того Что На Казалось бы На одной и той же Территории Люди Разного уровня Мировоззрения Миропонимания Совершенно Испытывают Разные эмоции Разные ощущения Вот казалось бы Стоят одни В одном месте Видят Одно и то же Но у одного Это вызывает Раздражение Или негатив А у другого Это вызывает Ну как Просто Смотрит на это Зрит И как бы Ничего такого Негативного У него нет И в то же время Кто-то Например Смотрит на обычную ситуацию Она ему смешная Она его веселит А кто-то Чуть ли не готов Там плакать Помнишь Какой-то Фильм Украшения Строптива Когда она Сидела Смеялась А он сидел Плакал Из этой же серии Плюс ко всему Земля все-таки Круглая Поэтому Мы видим Только То что Можем Видеть Своего уровня Развития Своего уровня Высоты И так далее И то что Находится Буквально За изгибом За горизонтом Мы уже не видим Поэтому То что там Творится Нас это вообще Может не касаться Вот даже С этих точек Зрения Таких более Упрощенных И приземленных Мы видим Что На земле Созданы все Условия Для совершенно Разных уровней Жизненного Жизненного Восприятия Мировоззрения И так далее Поэтому Здесь абсолютно С тобой согласен Здесь все проходит Именно так Как должно Происходить И каждый найдет Именно Ту Пройдет вернее Ту школу Которую Должен пройти Так что Здесь Никакого Противоречия Я не вижу Так Ну что Давай потихонечку Вопросы Наверное Будем озвучивать Да С удовольствием Чтобы нам Как-то так Не двоем С тобой Только присутствовать В эфире Миколаевич Вопрос в эфир В одной из программ Дмитрий сказал Утром Начиная с холодной воды Семь раз Чередуя с теплой Закончить обливание Холодной А вечером Начиная с теплой Семь раз Чередуя с холодной Заканчивать теплой Как это правильно Должно быть Если при начале К примеру Утром с холодной И завершая холодной Семь раз Будет холодная вода И шесть раз Теплая А было сказано О ровном количестве Теплой холодной воды Вот такая Несложная арифметика Тебе в начале Для Так это Выстраивания Мозговой деятельности Ну Я понял Говорилось Обычно Семь Утром Холодная Пара Начали с холодной Сделали Семь раз Того Четырнадцать Мы закончили Горячей И просто Плюс Накидываем Завершаем Холодной То есть Пятнадцать А у нас Было Вот Семь пар Плюс Одна Непарная В принципе Все Да 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 Хорошо Так Переходим к следующему вопросу Который тоже уже Мы взяли Из Чарлина Народонославянского радио Итак Самара Задал вопрос В эфир Дмитрий Пока Пара Пара не вышла на уровень Без потери энергии При любовных практиках Скажите Стоит ли И как часто Заниматься В паре Любовью Пока пара не вышла На уровень Без потери энергии И так далее Есть Этот путь Овладения сексуальной энергией Делится на три Так называемые Качества Первое То есть Вообще не владеем И постоянно Тратим Второе Это успеваем Компенсироваться И в момент Растрата Мы вышли в ноль И третье Только приобретаем Вот Если говорить Своими именами Все Ну То обычно Саити Сплавливаются Мужчина и женщина Поднимаются Энергии И Человек испытывает Оргазм И теряет Семя извержения Мужчина Допустим Теряет Семя извержения И вот Существует Такое мнение Что Оргазм И семя извержения Это один и тот же Физиологический процесс И вот Суть Научиться Отделять Эти два процесса Испытывать Оргазм То есть Это проявление Душевной энергии Не духовной А душевной Спиральной энергии Это душевная энергия Вот это Оргазм Это мучу И душа Проявляется Через нас И вот Если каналы Были закрыты Либо слабым Мы тут Раз И эта энергия Пошла не вверх А вниз Перевелась В наши Внутренние жидкости Секреции И мы ее потеряли И вот Первая стадия Вернее Вторая стадия Это хотя бы научиться Несколько раз Испытать оргазм Не теряя Семь извержения И уже Обычно Девять Девять кругов Девять раз Если человек Испытал оргазм Не теряя Семь извержения Может сдерживаться Либо там В практике Есть специальный парный По концентрации Замедление дыхания И брюшное дыхание Которое позволит ему Допустим Продлить Стихнуть пыл Потом опять Продолжить И в общем Так девять раз Человек испытал оргазм А потом На последний раз Десятый Грубо говоря Семь извержений Произошло Тогда он вышел в ноль Он ничего не потерял Он за эти девять раз Поднял свой энергетический потенциал Своё поле раскрутил Что это семя Просто вывело его Как компенсатор в ноль Вот как минимум Хотя бы так Если человек Вот на этой второй стадии То Пожалуйста Сколько угодно Если на более высокой Даже не теряет Семь извержения Семь извержений Выдаёт только тогда Когда хочет Зачать ребёнка Это более высокий уровень Тоже когда угодно А если человек Только тратит Постоянно В первое же Состояние оргазма Тогда Мы просто должны Восполнить свою энергию Либо какими-то практиками Либо энергетическая стойка Древа, роны Либо дыхательными практиками Как-то восполняться Если же нет Тогда мы и растрачиваем Свою продолжительность жизни В этом случае Если Либо Не контролируем семя Либо не испытали Девять раз Перед семенем Оргазм Тогда как минимум Вернее по минимуму Всё ответил? Да Хорошо Так Следующий вопрос Эфир от Енисея Здравия желаю Дмитрию Алексею Организатором встречи Всем её участникам Дмитрий Насколько важны Отношения с родителями Для целостного Самосовершенствования Что по-твоему Самое главное В семейных отношениях Должны ли быть Обязанности У мужа и жены Благодарю Любые правила Поведения Как должна И чем заниматься Мужчина Как и чем Должна заниматься Женщина Это всё правила Правила придумывает Ум То есть Это ещё сфера Рациональности На уровне Духа Нет никаких Правил Ограничений Если семье Приятно Комфортно И Им Обоим Значит Они так себе ведут Одни Допустим Выполняют Допустим Женские обязанности Кто-то мужские Это ум Придумал Что должен Так От той Обстановки Социальной Эпохи В которой Мы проживаем На данный момент Времени Но на уровне Это всё Это всё Абсолютно Игра Не Несущая Духовную Какую-то Составляющую Итак Мы можем Придумать Себе Любые Рамки Если Нам Нужны И играть В них Главное Не заиграться Поэтому Если Устраивать Семью То Они Могут И Меняться Так Называем Ролями Так Роль Это Уже Ограничение Там Что-то Ещё Был Какой-то Вопрос Здесь Да Три Вопроса Был Давай Ещё раз Прочитаю А ты Решишь На что Ответил На что Не Ответил Итак Что Потом В самых Главных Семейных Отношениях Важные Отношения С родителями Для Целостного Самосовершенствования И Должны Ли Быть Обязанности У мужа Жены Так Ну Это Практически Что Касается Обязанностей То есть Они И интересов Свои Вот эти Вот Обязанности Либо Там Чередовать И В общем Это уже Им решать Проявлять Свои творения Главное Не держаться Что Ты Женщина Ты Моешь Посуду Я Мужчина Я Там Хожу На Работу Всё Не Цепляться За шаблоны Придуманные Социумом А В комфорт Входить В индивидуальность Свою Ячейку Что Касается Взаимоотношениях С родителями То Как уже Говорил Наше Чадо Наши Дети Это наш Фрактал Подсознания И мы Достигаем Бессмертие Либо Проявляя Своего Аза То есть Просветление Бога Воплощенного На земле Либо Через Щедородие Мы Расширяем Своё Подсознание Дух Итак Мы Наверное Подсознание Связано Если Родители И дети В В Уважении В уважении Находятся У них нету Конфликта То У них Канал Подсознательный Между собой Выстроен И когда У одного Ребёнка Допустим Плохо На душе Либо В синхронических Событиях Вокруг него Там плохо Что-то Связывается То Поле Родители Его Вытянет Либо Наоборот Если Родитель Приболел Либо У него Что-то Складывается Там В социуме Тоже плохо А у них Они могут Даже Сын И отец В разных Городах И допустим Могут Жить Но у них Канал Уважения Между собой Выстроен То Сын Своим Полем Вытянет Итак Отношение Отцов И детей То есть Родителей И детей Напрямую Зависит От нашего Поля Как мы Друг друга Восполняем Наполняем Потому что Мы Одно Звено И Отстраняться От родителей Так Я буду Там Автономен Как Одна капелька Не замечая Океан В котором Мы Находимся То Мы Слепо Далеко Не уедем Особенно В духовном Развитии Именно Чем ближе Теснее Душевнее Наши отношения С родителями Тем Быстрее И как Мы Разовьемся Так Они Разовьются А если Мы Вместе Развиваемся Так И мы В цельности Быстрее Разовьемся То есть Отдай Миру Лучшее Что есть У тебя А мира Дослушай Что есть У него По такому Принципу В семье Должны быть Так сказать Душевные Связовые Совестные Любвеобильные Отношения Особенно Между Родителями Так как Это самые близкие Фракталы Подсознания Ты знаешь Так прозвучало У тебя несколько Витиевата Ответ на то Что не надо Придумывать Брать Те обязанности Которые Придумывало Нам общество Мне кажется Здесь надо Пояснить Что Обязанности Могут быть Только лишь Те в первую очередь Возложенные На мужа И жену Которые Связаны С природными Проявлениями То есть С естеством Мужчины И женщины Не может Мужчина взять На себя Функции Рождения Ребенка А женщина Не может Взять Функции Осеменения Плодотворения Поэтому Все что Связано С этим Это является Непосредственными Природными Естественными Обязанностями Все остальное Оно вырастает Из этого Но наступает Такой момент Когда Уже Можно Так сказать Можно Брать на себя И ту И другую Функцию Наверное Вот это Пояснение Наверное Многие Вещи Стать На свои Места Да Совершенно Верно Я Тут Возможно Быстро Пробежался По этому Вопросу И коснулся Только Таких Социальных Аспектов Норм Правил Поведения А что Касается Более Внутренних То да Природа Мужчины Остается Природой Мужчины И он Должен ее Расширять А женщина Соответственно Свою Хорошо Следующий вопрос От Павла Сурала Вопрос в эфир Здравствуйте Уважаемая ведущая Дмитрий Что определяет То Как долго Дети должны Жить с родителями В каких ситуациях Детям лучше Уходить от родителей То есть Что определяет Как долго Надо жить с родителями И Когда В каких ситуациях Надо от родителей Уходить Это Как уже говорил Одно из Первых Таких Состояния Родитель должен Вскормить Свою ребенка То есть Увидел его ценность И помочь ему В них В ней реализоваться Если же Человек Достигая Самосовершенствовать Вернее Достигая Самовозраста Само Язык уже Заплелся Проявлять Это слово В общем Достиг Возраста Своего Совершеннолетнего И Он Грубо говоря Бездельничает Лодорствует Ленится Тогда Родители Должны Уже Создать Обстановку Такую Как Говорил Кнут И пряник Вселенная В одной руке Держит кнут А в другой Держит пряник Если Лодоре Бездельника Продолжать Учить Пряникам Мы Наоборот Ему Поможем Реализоваться В своей Ленности Поэтому Каждому Свой Тренажер И вот Если Человек Ленится Ребенок Тогда Родитель Не научился Создавать Ему Условия Автономности К примеру С самого Детства Мы должны Допустим Пару раз Прошлись С ребенком По улице Все Обратно Там Пару раз Туда Обратно А потом Через недельку Через месяц Через две Пришли И говорим Все Давай-ка Теперь ты Веди меня Обратно Пускай мы Потратим На дорогу Там Час Два Часа Но главное Чтобы Ребенок Научился Автономности Включаться Включаться В рациональности В рассуждения Так я здесь Был Я так не был И так На каждом году Свои такие Ключики Как учить Маленького Сущность Этого Маленького Ребятишку Быть автономным И самостоятельным Если же Вырастили Лодыря Тогда Значит Первое Мы Так и будем На шее Уже До практически Старости Тянуть А если же Человек Мы научили Автономности Он стал Здравомыслящим Автономным То он может Уже В свои Юные годы Сам Сказать Папа Мама Я там Поеду Жить Туда-то Туда-то У меня там Все хорошо Либо С работой Либо с учебой Все индивидуально В общем Смотреть На автономность И разумность Ребенка В этом случае Горькие пряники Держи Горький пряник Тебе И волшебный Пендаль В придачу И тогда Все становится В свои места Так Понятно Если ты ответил Идем дальше К следующему вопросу Одно здесь не вопрос А такое утверждение Кост написал Уважаемые читатели И слушатели Народного славянского радио Будьте внимательны При прочтении Славяно-ариских вед В ведах Действительно Пропагандируется Тема культурного питья Не пейте много питья Хмельного Знайте меру в питье Ибо кто много пьет питья Хмельного Терет вид человеческий Веды Перуна А те Кому интересно Что такое генное оружие И как опасен для человека Под любым видом В любом количестве Алкоголь и хмел В принципе Рекомендую Ознакомиться с трудами Углова Жданова И Ефимова Абсолютно согласен Что необходимо Знать Что такое Генетическое оружие Необходимо Обучиться Противостоянию Этому оружию И изучить труды Углова Жданова И Ефимова А ты что скажешь По такой реплике Солидарен буду С тем С той фразой Которая касается Пагубного влияния Алкоголя Она Первая Шисковидка Вторая Дает удар На мозг Мозг Дает удар На ДНК ДНК Дает удар На обмен веществ И дальше Разрушается тело Вот в такой Последовательности Что касается Что писали Наши предки По этому вопросу Употребление Водки Не водки Мое мнение Что водкой Раньше Называли Воду Настойную На травах То есть Определенная Сила Питательная Без Какого-то Алкоголя Вот Мое мнение Что Если где-то Говорится в писании Что предки Пили То это Пили исключительно Воду Настойную На травах Без алкоголя Перечисленных Людей Я уважаю Много Рациональных Зерен И для себя В свое время Находил В их трудах Поэтому Да Согласен Здесь есть Некоторое Уточнение По поводу Самого Высказывания Не пейте Много Питя Хмельного Дело в том Что в древности Хмельное Не означало Алкогольное Вот это надо Учитывать Сейчас уже Хмельное Где-то Может быть Лет 200 Назад Может быть Чуть пораньше Хмельное Приравняли К алкогольному Потому что Хмель Очень хорошо Позволяет Взращивать Те Естественные Природные Дрожжи На которых Потом Брагу Делали И Из этой Браги Стали варить Испорченное Пиво Потому что Пиво Никогда Не было Алкогольным Изначально Как и Водка Как правильно Ты сказал Водка Это всего Настой Целебный На травах И Сурья Она тоже Не сбраживалась И Квасы Тоже Никогда Не сбраживались Поэтому Слово Хмельное Сейчас Воспринимается Не так Это было Раньше И Эта цитата Она Относится К тому Что Варила Егиня Матушка Около Скуфа Своего Сурью Божественную Но В этой Суре Присутствовал Хмель Так вот Хмель Как правильно Здесь было Отмечено И Углов И Жданов И Ефимов Отмечали Да и не только Они Если Если в большом количестве Мужчина употребляет Хмельной напиток То в том случае Он становится Похожим на женщину Естественно Что Похожий на женщину Мужчина Он Не может Зазываться Полноценным человеком В то же время Если Суре Имеет Очень сильное Энергетическое И очень энергетическую Высокую Степень Содержания энергетики То в том случае Тогда И Избыток Для человека Тоже Не хорош То есть Здесь сводится Воедино Все Имейте меру В питье Том Которое Дает Энергетическую Основу Но не энергетики Опять же В современном виде Ни водка Ни алкоголь Ни какие-то наркотики Это Как раз Это имелось в виду Что это Несовременное Представление Хмельное питье Очень означает Брожженное Брага И хмель Это не совсем Одно и то же Хотя Из любого Сладкого Из любого Хмельного Можно сделать брагу И испортить Этот чудесный напиток Превратить его В некое Изделие От которого Потом мозги Становятся Непонятные Положения Я думаю Что мы ответили На этот вопрос Можем идти дальше Да Самара Вопрос эфир Как уровень Сознания Пары При зачатии Влияет на уровень Души Притянутой В семью Итак Родители Дают тело И задают Канал По которому Притянется Душа Что это значит Ну это Из языка Дуальности Говорить Вибрация Отца Складывается С вибрациями Матери Общий Резонанс Вибрационный Сдаёт Ту Вибрацию Единую Которая Притянется Душа То есть Не максимально Допустим У одних Отец Допустим Муж На высоких Вибрациях А жена Ниже Допустим Наоборот И вот Они Высокие Не низкие А именно Общий Знаменатель Вибрационный Определяет Ту Частоту Какую Притянута Ни душу Ребёнка И вот На это уже Существует Вот как раз Если говорить Уже о практиках Искусства Зачатия Когда Пара Раскручивает Во-первых Между ними Возникает Если есть Любовь Вибрации Поднялись Раз Потом Второе Если они Не умеют управлять Сексуальными Энергиями Два Они ещё раз Раскрутили Свой вибрационный Фон И тогда Притянули Светлую Душу Когда Человек Не умеет Либо Отсутствует Любовь Либо Односторонняя Любовь Либо Не умеет Управлять Энергиями Тогда Насколько Успеют Насколько Вытянут Поднимут Вибрации На этом На этом Варианте Это незначительно Такую Притянут Но Всегда Это общий Знаменатель Мужа И жены Вибрационный Так Хорошо Павел Сурал Задет вопрос В эфир Каким образом Может Проходить Духовное Развитие Семьи Если Одни Члены То есть Дети Стараются Развиваться Духовно А другие Члены Родители Не желают Этого делать Во всех Случаях Существуют Кармические Связи То есть Дети Могут Развиваться Сами Способствовать Развитию Родителей То есть Здесь Три вопроса Получаются Сколько Я вижу Если Одни Младшие Которые Пришли Развиваются А родители Развиваться Не хотят И Существуют В этих Случах Кармические Связи И Способны Ли Дети Способствовать Рack Развити Родителей Ага Ну Кармические Связи Всегда Будут Присутствовать Каждый проходит свой урок. Да, мы будем способствовать. Мы вытянем родителей, если мы сохранили уважение к нему. Так я, как уже говорил, если у отца сына, к примеру, отца сына, есть понимание друг к другу, взаимоуважение, тогда у нас есть канал между собой. И когда плохо одному, второй вытянет и хорошо станет обоим. Так называемое сердце, душа – это безграничная, неиссякаемая энергия. Мы можем любить сколько угодно, не боясь потерять этой энергии. И вот если у нас присутствуют родители и отец, и дети, эта энергия, они нас не понимают, ну а связь, допустим, в делах, в общих интересах, продолжаем уважать друг друга, любить друг друга. И тогда мы можем не навязывать и не должны навязывать своего зрения, а можно там тихо в своей комнате заниматься, сохраняя взаимоуважение отца и не нарушая отношения, чтобы у него еще тоже сохранялось уважение к нам. Вот тогда у нас канал открыт, мы занимаемся, повлияем на его вибрации. Если же мы занимаемся, а вот этой связи и уважения нет, то тогда канал перед нами закрыт, наше поле ограничено, мы поднимаем вибрации, а его воззрение не вырастет. То есть всегда должна быть этот канал, связь – это любовь, это уважение, это совесть. Одно и то же состояние, только разные слова, аспекты, так назову, вернее. Здесь есть в чате, попадаются, вернее, в чате такие сообщения, которые, я не понимаю, это вопрос в эфир или просто общение с друзьями в чате. Напоминаю, что для меня сигналом, что это вопрос в эфир, является упоминание в начале сообщения. Вопрос в эфир от такого-то, такого-то, от тут-то, от тут-то. А дальше уже идет сам вопрос. Если такой фразы нет, я зачитывать не буду, потому что я не знаю, не уверен, вопрос-то в эфир или просто кому-то из тех, кто присутствует в чате, это написали. Поэтому, если кто-то вдруг обнаружил, что вопрос не задан, пожалуйста, поправьте свой вопрос с учетом того, что я сказал. Так, дальше. Елена, 7777, вопрос в эфир. Как быть тем детям, которые выросли в детских домах и у которых полностью обнулено понятие «семья»? Как быть детям? Еще раз можно, пожалуйста, вопрос? Как быть детям, которые выросли в детских домах и у которых полностью обнулено понятие «семья»? Ну, дети не просто так рождаются в каких-то условиях. Где родился, тому и соответствуешь. Это либо какая-то кармическая отработка, чтобы стать сильнее и крепче, либо выбранный путь изначально. Как быть, продолжать развиваться? Бывает, человек, выросшийся в роддоме на улице, так начинает тонко чувствовать важность все-таки семьи, которая не умел, и потом у него раскрываются все эти чувства. А другого может и дальше убить. Тут кто с какой задачей пришел? Просто продолжать любому человеку, в каком бы он условии ни родился и ни жил, всегда нужно слушать сердце. Куда тянет и что подсказывает? Тогда не ошибется. А если ум выгодно-невыгодно, правильно-неправильно, тогда мы можем уйти в сторону. И вот не столько сколько как быть, а сколько что слушать. Слушать сердце и действовать. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий. В нашей современности, да и в былые времена, в юные лета, парни и девушки Руси готовы все сделать для своей второй половинки, в том числе отдать саму жизнь в мире яви. Не считаешь ли ты, что это не всегда осознанное, а временами безрассудное и неконтролируемое, но в то же время в основе своей мудрое проявление божественного промысла, запечатленного многолетних обычаев? Так написано, Русов. Сходится заключать семейный союз двум людям и быть тем самым преданным друг другу, несмотря на жизненные ситуации и закрепленные любовью раз и навсегда на весь свой жизненный путь в мирах яви, нави, прави. Отсюда то самое выражение «любовь до гроба». Благодарю. Вот такой длинный, мудрый вопрос. Ну так, да, хочу сказать, что действительно одни могут отдать свою жизнь от осознанности, от ситуации, а другие – от глупости. Тут уже зависит от человека, его уровня развития по-разному. Одно и то же действие может один совершить одного состояния сознания, другое – другого. Если от осознанности, то, конечно, правильно. Мы все, как уже говорил, отдай миру лучшее, что есть у тебя, и мир отдас лучшее, что есть у него. Если мы это от осознанности, от уважения, от заботы это сделали, то этот обмен произойдет. А если от глупости, либо от корысти, либо от ума, то связи нету, и этого обмена не произойдет, и человек просто потеряет свое тело. Миколаевич задает вопрос в эфир. Чем дух и душа разнятся? Где находятся один и вторая? Твое мнение. Дух – это везесущее знание, сверхсознание. А душа же – это чувство, чувство и воля. То есть восходящее, нисходящее – это аспекты души. Душа – это матрица, это уже формы. Дух же бесформен. Тело трехмерно, душа многомерно, а дух безмерен. И вот безмерное знание, чистое сверхсознание, которое пронизывает все, многомерность проявляется через звук, то есть душу, воля, любовь. То есть мы чувствуем, у нас есть стремление. Это аспекты души. И уже форма – это уже проявление тела. Свет – звук – форма. Свет – знание – дух. Звук – душа, воля, любовь. И форма – тело. Вместе физически, жария и так далее. Еще раз уточняю, что, пожалуйста, подписывайтесь по-русски, то есть давайте себе нормальные, понятные имена. Потому что когда логин какой-то с иностранными буковками, я затрудняюсь его произносить, честно говорю. Давайте уж, если говорим по-русски, ну или хотя бы на славянских языках, то на славянских языках подписываться. Непонятно, вот эти вот какие-то, как это называется там, логины, да, вот не будем использовать. Итак, следующий вопрос от Павла Сурала. Как определить духовный этап развития семьи и на что обращать внимание? Выше головы ведь прыгать смысла нет? Единственное здесь, зачем надо наблюдать, это за желаниями души. Чем выше вибрации, то есть чем выше духовный уровень, тем активнее вибрации. Чем выше вибрации, тем душа тяготеет к более возвышенному. И вот к чему тянемся, что мы чувствуем, что мы желаем. Есть психические желания, а есть душевная тяга. Вот самое главное не обмануться здесь. Итак, на низких вибрациях человек душу практически не слышит. Он практически, его душу затмевает психика. И человек подвластен психическим желаниям хаотично оплодиться, хаотично размножаться, в планку ставить в доминанту. Лучше я в ущерб, допустим, если будет выбор для здоровья тела, либо сластно, но во вред тела. Человек выбирает сластно, но во вред тела. То есть неосознанно и от психики. Это людина. Далее более высоковибрационный уже человек. Он уже слышит свое сердце, слышит свою душу. И он уже здравомыслием переправляет планку от психических тяг и к душевным тягам. И тут уже возвышенности, воззрение у человека выше. И он уже не хаотично плодится, хаотично размножаться. А уже заботы и думы о культуре семейной, о нравственности, о быте. Дальше человек уже растет вибрационный, уже взрастил семейный круг, семейный фрактал. Он уже задумывается о своей следующей семье. То есть фрактал повыше – это народ. На уровне рода все сформировал, уже задумывается об уровне народа. Продвигает в массы идеологии здравомыслящие. Но, соответственно, если он здравомыслящий, то это ни в коем случае не через силу уровня информирования, не рекламирования, а информирование. Показали, ваше дело принять, либо ваше дело отвергнуть. И вот чем выше вибрации, тем более возвышенные ценности у человека растут. Просто наблюдаем, куда тянет сердце. Нету, к сожалению, такого, возможно, и хорошо такого прибора, который нам скажет, так, у тебя какие-то вибрации, твой статус такой-то. Мы должны сами проходить интуитивно вещи, лез. Следующий вопрос от Андрея Харитонова. Здравия всем. Дмитрий, подскажите, мне занимался практиками и перешел на сыроедение. При первой простудной болезни подкосило. Выздоровел и стало легче только на обычной вареной пище. Может, причина была перегрузка в работе или бытовые проблемы, не знаю. Слышал, вы говорили про поселение праноедов. Мне бы хотелось поехать туда и там перейти спокойно на сыроедение и подзарядиться их энергией и после перейти на праноедение. Где можно найти это поселение? Благодарю. Итак, первое, начну с того, что переходить на какой-то вид питания, допустим, сыроедение должен не ум, не воля, а должно переходить тело. Мы должны сначала поменять свой обмен веществ и тело должно перевести нас на более высокий уровень питания. А не так, человек так. Я знаю на уровне ума, что сыроедение полезная штука оказывается. И раз я перешел на сыроедение, а обмен веществ у меня еще все едения, мы еще не можем полноценно переваривать, усваивать. Человек питает не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. И человек от ума перешел на сыроедение, а тело еще не привыкло усваивать. Мы сколько лет кормили свое тело термально обработанной пищей, сформировался обмен веществ под эту термально обработанную пищу. И причем не просто сколько лет, а сколько воплощений. И поэтому всегда самое главное переходить на какой-то вид питания должно тело. А мы от ума, от своего разумности можем построить какими-то практиками, к примеру, дыхательными либо гормональными, чтобы это быстрее произошло. И вот тело, мы всегда должны слушать тело и уже дальше способствовать, а не ограничивать. Большинство проблем людей, переходящих на какой-то вид питания, часто на сыроедение, это вот перешли, тело не соответствует и начинает разрушаться. А потом, как так, сыроедение оказывается вредно и так далее и тому подобное. Все, как яд в малых дозах лекарства, так и лекарства в больших дозах яда. Все должно быть. Мера – это осознанность. Мы должны всегда чувствовать тело, менять тело. Что касается поселения пранаедов. Одно поселение есть в Австрии, второе поселение у нас находится между Москвой и Питером. Небольшая деревенька. Но это закрытое поселение. В Австрии я был, мне только про него рассказывали, там я не был. Я о нем только слышал. То есть, пригласительные билеты ты не выдаешь? Ну, да, конечно. Обычно есть определенная связь, определенный круг, когда с кем мы общаемся и когда кто-то появляется, ему эта информация, так сказать, между собой делится. Очень много пранаедов друг о друге знают. И, к примеру, когда встречаются два пранаеда, даже если несколько минут находились друг с другом в одном поле, они уже знают, насколько сильно обеспечивает его видогон, то есть, энергетическое тело, его физическое тело, насколько он пранаед, либо насколько он не пранаед. понятна. Я с тобой согласен здесь, когда ты отвечал на этот вопрос, что не надо никогда силой воли что-либо делать, потому что если силу воли вы включаете, то будет велик шанс, что вы сорветесь. А ваша задача, как разумного существа, подготовить свое тело для естественного перехода, чтобы ему захотелось перейти. То есть, ум здесь нужен не чтобы накачать волю, заставить что-то выполнять свою обезьянку человекообразную, выполнять ваши поручения, а чтобы человекообразному существу, биороботу, захотелось перейти на него, чтобы это стало для него естественным. То есть, создайте условия, и оно само будет ваше тело переходить на то питание, которое необходимо ему в данном случае, на данном этапе развития. Дальше, Енисей, вопрос эфира, Дмитрий, встреча между людьми и соединения в семейный союз уже предопределены или к ним притягиваются разные души по частоте вибраций, частота, скорее всего, вибраций, так надо написать, которых им соответствует. Люди притягиваются к себе по частоте вибраций. Что это такое? Если брать самым простым языком шума трешку глубоко не копать, то троичность, то есть тело, душа и дух. Складываются вибрации тела, складываются вибрации души и складываются вибрации духа. И вот по общему знаменателю мы притягиваемся друг к другу. У одного был в доминанте дух, мудрость, осознанность, у другого тела питание, к примеру. И они притянулись, но это не значит, что один сыроед и должен притянуть сыроеда. Нет, один мог в доминанте поднять вибрации телом, через, допустим, питание, другой духом, через свое чистое сознание, а третий вообще душой, через свою искреннюю и горячую любовь. И вот мы притягиваем друг к другу вибрациями, но вибрации складываются телом, душем и душой совокупно. И вот совокупная величина подобное притянет подобным. Обрыв связи. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народное Славянское Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 9 августа 2016 года на дворе вторник, по одному из старинных 39-й день месяца получения Даров Природы 7524 лета пятница. Мы продолжаем разбирать тему семья и духовный путь самосовершенствования. Автор сведущий Дмитрий Лапшинов. Отвечаем на вопросы, которые у нас поступают в чате. Итак, связь восстановлена. Если на предыдущий вопрос мы ответили, то можем задавать следующий вопрос. Павел Сурала. Вопрос эфир. Как поднять уровень в описанных практиках сохранения семени во время полового акта? Может быть, какие-то подводящие практики есть? Или еще что-то? В обуздании спиральной энергии души, то есть сексуальной энергии, нам необходимо два качества. Первое – это чистый канал, по которому будем поднимать энергию. Обычно их используют три. Первый канал задней идущей вдоль позвоночника, второй передней идущей впереди тела, и третий центральный канал, который пронизывает нас насквозь. Это самый сильный канал, но тяжелее всего поддается, так как он активен, когда у человека отсутствует физическое дыхание, либо когда у человека остановлен внутренний диалог. Итак, один из этих трех каналов необходимо очистить, усамосовершенствовать. Практик довольно много. От банальных перевернутых положений тела до дыхательных упражнений, сопровождаемых внутренней работой разума, поднятия и опускания энергии. Итак, первая задача открыть и очистить канал. Один из хотя бы из этих трех, этого будет вполне достаточно. Вторая задача это придать своему разуму чистоту, то есть умение останавливать хаос внутреннего диалога. И вот если человек достиг этих двух задач, сознанием это техники держания внимания, созерцания, концентрация. Есть более высокие практики наподобие вороньего дозора, следующий уровень перед, после концентрации. и после вороньего дозора есть еще одна практика, но ее дается после того, как человек освоил вороньй дозор. Итак, как минимум созерцание концентрации позволит вам одно из качеств это разум, остановку внутреннего диалога достичь, второе качество это очищение и работа со своим обычно выбирают задний серединный канал, идущий вдоль позвоночника, так как этот канал вдоль позвоночника укрепляет там и органы и центральная нервная система увязаны на нем и по этому параллельному укрепляем органы и центральную нервную систему. Идем дальше, да? Да, да. Так, следующий вопрос от Дмитрия из Торонто. Как должны отличаться отношения дети-отцы от внуки-деды? Да, по сути нет такого в отличие мы все родственники. Подход к ребенку либо к человеку индивидуально от его отсознанности и манеры поведения. Бывает ребенок допустим сын одной частоте вибраций внук другой частоте вибраций допустим более высокой и все индивидуально подходить это не значит что у нас должна быть любовь к одному быть больше чем к другу ко второму любовь любовь должна быть одинаковая просто подход к индивидуальному человеку для того чтобы сделать его и себя лучше должен быть индивидуален а так каких-то правил таких нет первое единственное пока человек не достиг стана то есть чистого сознания и не видит это напрямую пока мы не находимся в просветлении тогда обращай внимание первое на сердце и на манеру поведения сердце подскажет как себе вести манера его поведения рамки вот в принципе два инструмента слушания сердца и манеру поведения человека с которым мы взаимодействуем на данный момент времени хорошо вопрос эфир от Олега из Иркутска известно что совесть то есть совместная весть это все-таки ощущение человека внутренней правды можно ли технологически импульса с помощью специального оборудования возможно имеющегося у спецслужб или заинтересованных лиц или другими способами влиять на сознание управлять поступками формировать ценности общества внушая ему условно говоря ложную совесть псевдо совесть какое твое мнение Дмитрий благодарю на человека можно повлиять более высокими вибрациями то есть все что ниже нас по вибрациям на нас не повлияет поэтому и по сути вселенная создала такой инструмент что одни фракталы нас самих нас тренируют а с другой стороны мы развиваемся если мы притянули к себе какой-то такой тренажер который начал на нас влиять это не он начал на нас влиять а мы притянули в свой мир того кто нам дает какой-то урок данный а так да повлиять можно единственная защита это быть более высокими так сказать вибрациями выше и вот предел это стан то есть состояние прави то есть просветление где на человека уже не повлияют Александр вопрос эфир знаю много людей включая меня которые несмотря на желание развиваться просто не могут заставить себя выполнять практики просто какой-то тормоз психологический и эти люди совсем не ленивые или безвольные просто невозможно себя заставить сесть в практику что можно сделать Дмитрий первое правило чтобы практикой заниматься мы должны сначала ей заинтересоваться и вот если у человека нет интереса в практике то нет смысла ей заниматься и вот для этого мы напоминаем себе для чего мы ей вообще занимаемся раз то есть что она нам даст какого результата мы преследуем если допустим мы стремимся к одной цели допустим развить ум-разум-интеллект мозг либо чистое сознание а тут какая-то практика которая чисто телесная конечно она нам не актуальна будет и соответственно подсознательно мы ее не будем сторониться и вот первая задача заинтересоваться в практике здесь помогает инструмент напоминания для чего она нам необходима и что она нам дает итак заинтересовавшись второе учимся в ней наслаждаться то есть заниматься практикой не для того чтобы поставить галочку сегодняшнего дня так я практику выполнил а занимаемся практикой чтобы насладиться в ней сейчас сделали одну практику наслаждаемся в ней потом перешли в другую практику наслаждаемся уже от нее то есть не ради того чтобы ее завершить а практика ради практики ради той деятельности которую мы выполняем на данный момент времени и вот два основных правила первое заинтересовались второе наслаждаемся если нету ни одного из этих вещей то наша воля будет тускнуть если двух то она и вообще не проявится в этом направлении следующий вопрос прислал Артем здравствуйте работаю учителем в школе проходил в прошлом году повышение квалификации психолог рассказывал про то что дословно ребенок вам ничего не должен так же как и вы ничего не должны ребенку как учитель так и как родитель кажется это вызвал развал семейных ценностей так же первый раз услышал про толерантность именно в школе учитывая современную историю толерантности в Европе здесь кстати очень хороший вопрос на уровне ума каких-то запретов мы друг другу ничего не должны единственное что мы должны друг другу это слушать сердце только тяга сердца это наш долг сердце тянет ходит лелеет заботится все это единственное что мы должны на данный момент времени то есть на уровне ума нет никаких правил шаблонов вселенная проявляется нас через душу через сердце и это единственное наставление нам и вот то что подсказывает сердце как уже говорил в начале мы коснулись нет никаких заповедей норм поведения есть только тяга сердца это единственное заповедь и норм поведения наставление всей вселенной и это отношение ко всему к труду к практикам к воспитанию детей во всем мы должны слушать сердце и вот это единственный долг оно нам подскажет что мы должны и кому должны либо кому мы ничего не должны у сердца обычно три таких показателя первое тянет второе нейтрально и третье отвергает дальше уже череда за внутренним диалогом который вставит в палку в колеса чувствованию этого сигнала сердца если мы способны остановить разум вернее хаотичный внутренний диалог тогда мы эталонно скачаем эту информацию тяги души если хаос внутренний диалог тогда вмешивается психика и мы можем ошибиться а так если говорить об эталоне слушаем сердце остановили поймали покой разума слушаем сердце и оно нам подскажет не ошибись это единственный долг ну знаешь здесь наверное если мы касаемся семейных каких-то отношений вот касаемся отношений взаимодействия ребенок родителя родителя ребенок то наверное надо исходить еще из естества которое накладывает на родителей некое обязательство из которого произрастает долг ведь не просто так порождает папа с мамой рождает непонятно кого они рождают человечка который должен здесь развиться то есть он же там на себя возложил какие-то обязанности чтобы здесь их проявить и долг он там на себя возложил здесь воплощаясь правильно он сделал какую-то обязанность я должен из пункта а в пункт б проследовать вот по этому пути сделать это и это и так далее и тому подобное то есть из а в пункт б и это его долг по жизни который он там на себя возложил здесь он проявляется и мама с папой что должны сделать они должны помочь ребенку так вырасти под их руководством для того чтобы он свой возложенный принятый там на себя долг здесь смог проявить здесь смог реализовать вот если мы из этого следуем из этого все расчеты наши идут и умозаключения то в этом случае все правильно если мы опять же касаемся того что нам цивилизация навязала искусственно созданная которая не учитывает вот те самые параметры когда человечек сюда приходит в мир для чего-либо то тогда мы скорее всего будем совершать ошибки здесь да я абсолютно здесь солидарен согласен тогда подчеркну да мы сначала послушали свое сердце и уже от тяги к сердцу начинаем формировать свое чадо просто бывают такие моменты там ссора ругань ты мне ничего не должен я тебе там ничего не должен либо ты мне должен это ты мне должен это и вот если на душе нету этого либо если это только с душой мы начинаем творить и уже да выполняем свои обязанности от души опираясь на душу а не от хладнокрови либо придуманные обязанности душа может наоборот подсказать а дай-ка так ты сейчас оступился надо тебе сейчас другого урока показать временно а если ум будет держаться за нормой и правила то мы пропустим этот урок и дадим ему совершенно неквалифицированный урок чтобы он прошел хорошо следующий вопрос от Павла с Урала вопрос эфир как научиться слушать сердце душу как развивать чувство знания как наблюдать благодарю итак от природы у нас непоколебим связь цельность души разума и духа абсолютная и дисбаланс в это наводит хаос в нашем разуме то есть хаотичный внутренний диалог по сути хаотичный внутренний диалог это как фильтр а точнее загрязнитель который не дает свету проникнуть и вот очищая разум от хаотичного внутреннего диалога этот фильтр растворяется и свет души полноценно проявляется через нас и мы его слышим и вот самый единственный прямой метод это покой разума останавливать хаос внутреннего диалога то есть поднимать вибрации в результате которого мы разгоняем так называемые тучи психические ментальные и солнце светит полноценно то есть мы слушаем душу если говорить чисто технически созерцание концентрация успокаиваем ум успокоили ум проявляется душа и знание духу дальше да все вопрос эфир от Александра Дмитрий дыхание полоза 50 секунд тире 30 мин вот так написано минуту задержка на выходе полторы минуты но при этом никогда не занимался энергией и концентрацией судя по вашей системе у меня сильный перекос я чувствую что у меня чистое тело и сколько бы я чисто не сыроежу вес не теряется но постоянные срывы на вредную еду тяга к острому и сладкому иногда что посоветуете просто делать концентрацию и дерево или утяжелить питание нужно вот давай наверное разберемся 50 секунд 30 мин это просто опечатка или что ну я так понял это дыхание полоза да дыхание полоза 50 секунд вдох 50 секунд выдох и на протяжении получаса это да есть такие практики это довольно хороший результат дыхательные практики готовит наше тело то есть да такой результат достаточно хорошее чистое тело что касается срывов все срывы это психика вкусовые рецепторы это наша психика и для того чтобы не срываться мы должны очистить психику это то же самое очистка разума остановка внутреннего диалога здесь я бы рекомендовал бы созерцание и концентрация эфирные практики здесь не помогут эфирные практики объем жизненной энергии это так сказать фундамент для сознания а здесь нужно уже работать с сознанием это как если выполнять эфирные практики они будут косвенно влиять на сознание но ключ здесь уже психический это уже напрямую работать с сознанием только надо так называемое сознание опирается на энергию а энергия опирается на тело и вот тело готово то есть осталось дело за сознанием и тогда срывов не будет совершенная концентрация дальше да да вопрос в эфир от Олега из Иркутска всю свою жизнь почти 40 лет летаю во сне и с большим удовольствием особенно после того как стал спать головой на север но последнее время ловлю себя на мысли сделать это наяву воздухоплавание левитация такое ощущение эйфории что это по-твоему меняется эпоха природа бытия космические вибрации повышение уровня развития или твои варианты может знакомы подобные ощущения благодарю Олега из Иркутска во сне если мы себя осознали нам легче творить проявлять свое творение своей мысли формы идеи так как во сне мы уже находимся в подсознании мне нужно останавливать внутренний диалог чтобы начать творить в яве у нас так называемый еще ум вмешивается сомнения так это нельзя я это не могу и так далее и тому подобное и так в подсознании все работает быстрее и активней это хорошо что человек летает наслаждается во сне если доставить наслаждение это замечательно но мастера используют неосознанные сны так называемые погружаться и творить а мастера входит осознав себя во сне входит в состояние дозора вороньего дозора то есть то что тибетцы называют трикчо это высшая практика которую необходимо делать во сне если человек ее сделает во сне выполнится то это моментальное достижение просветления сознания то есть состояние аза состояние праве в яви мы делаем ту же самую практику только сначала необходимо остановить внутренний диалог на это у обычного человека уйдет лет 7-12 во сне же те кто знают и занимаются вот истина необходимо не летать не творить так как это все еще дуальность это все еще майя иллюзия феномены так называемые феномены творения осесть и дать возможность самораствориться этой иллюзии не растворить ее это мы вмешиваемся влияем в трикчо позволяет нам дать возможность иллюзии самой себя растворить вот во сне идеально эту практику выполнять ну а если летать во сне это тоже хорошо осознать себя во сне это уже достаточно хороший уровень высокий для того чтобы в яве научиться творить эти вещи это также высокий уровень чтобы тело следовало за разумом соответственно должна быть связь между телом и разумом связь это чистое тело чистый разум связь навели тело следует за мыслью то есть то же самое остановка внутреннего диалога и чистое тело чем чистота присутствует там и там тем связь быстрее наведется тело будет следовать быстрее за разумом за идеей и на этом уровне человек уже будет ограничивать только фантазия то есть ты так сейчас прямо не прямо сказал что в принципе левитация это вполне достижимое такое явление в мире яви да я в это твердо верю твердо убежден в этом то есть если один человек другому скажет полетаем ничего есть такого мистического сверхъестественного нет просто они достигли определенного уровня своего развития да то есть свои естественные способности расширили хорошо идем дальше вопрос в эфир от Александра Дмитрий есть грыжа на животе выпячивание кишечника в брюшину возможно ли вылечить грыжу без операции врачи предлагают ставить сетку в живот в прошлом эфире вы ругали тех кто это делает что же мне делать есть хорошая для этого специальная техника дыхание лады живота есть лад живота есть дыхание лады живота это когда делается тот же самый лад живота на задержке дыхания на выдохе нажимается определенной точки все дальше зависит уже от степени тяжести проблемы и от этой степени тяжести будет акцент на одной из этих семи упражнений в этом комплексе дыхания лады живота но так если допустим не знаем просто по мере комфорта выполняем все семь упражнений из лады живота то есть если пошла все остановились перешли на следующие упражнения а так да именно выполнять вот эту технику хорошо вопрос эфир от Леонида и Ольги из Вещина как подготовить свое тело к тому чтобы оно захотело перейти к сыроедению первое наше тело способно подстраиваться к изменению во внешней среде это может быть питание это может быть закинули в горы это может быть там где-то холодно чрезмерно где-то горячо чрезмерно жарко и вот наше тело стремится подстраиваться к изменению во внешней среде и чем оно чище то есть наше тело по частоте либо в кислотной среде, либо в щелочной среде. И вот чем она чище, тем способность адаптироваться, приспосабливаться активнее и быстрее. Вот то же самое питание. Чем чище наше тело, перевели то есть сначала в щелочную среду. И вот в щелочной среде она быстрее подстроится к новому питанию. То есть инструмент для ощелачивания тела, который данным от природы, это дыхание. Это наши внутренние практики. Есть внешние практики, такие как соды, крапива, папоротник, топинамбур, то есть кремниевые продукты, которые помогают нас извне ощелачивать. Соду, по-моему, да, говорил. И внутреннее, единственное и прямое – это дыхание. Почистили тело, подняли щелочность, активнее будет перестраиваться тело к любым изменениям во внешней среде, в данном случае на питание. То есть не просто что-либо кушаем, а еще и занимаемся дыхательными упражнениями. Да. Лучше всего дыхательные практики. Хорошо. То, что у нас извне, то, что у нас извне очищает, пусть то даже натуральное, растительное, то, что я перечислил, там, сода, топинамбур, крапива, иван-чай, этот результат будет неустойчивый. То, что изнутри нас самосовершенствует, то есть дыхание, эти результаты уже устойчивые. И поэтому, даже если мы стремимся идти через внешнюю алхимию, питаться чистыми щелочными продуктами, либо кремниевыми, то все равно не поленитесь заниматься дыхательными практиками, чтобы ваша константа чистоты щелочности была устойчивой. Хорошо. Хорошо. То есть вместе соединяем физическое и энергетическое, где одно другое поддерживает, но одно является более стабильным. Хорошо. Ягриша пишет следующее. Всем здравия. Вопрос в эфир. Алексей Дмитрий. Ну, вы даете. А как же без силы воли перейти на сыроедение? Я теперь уже и не знаю, что есть. Не могу сказать, что от отказа мяса, рыбы и всяких тортов я сильно страдаю. Отнюдь. Но такие заявления меня сбивают с пути. То есть я не понял вопрос. Как без воли перейти? Да, мы до этого сказали. Ну, я, вернее, не ты, я до этого сказал, что просто так упирать на волю и волевым решением переходить на что-либо, отказаться, например. Ну, некоторые говорят, я вот волевой человек, я вот бросил курить. Я волевой человек, я бросил пить. Я волевой человек, я перестал есть мясо. Ну, и так далее. То есть воля в первую очередь ставится. Я сказал, что это не главное. Воля, она второстепенна. Если у вас сначала появляется осознание необходимости переходить к чему-то, то воля будет дополнением. Она сама собой включается. Ежели вы неосознанно просто включаете волю, то есть заставляете свой организм, вот что имелось в виду, заставляет свой организм страдать, но выполнять какую-то задачу, организм все равно свое вернет. Его страдания чем-то должны будут для него компенсироваться. Его просто будет сбить с пути. Вот когда ты говорил, что, к примеру, употребление каких-то продуктов, это хорошо, но это нестабильно. А вот энергетическая какая-то установка, она более правильная. Совершенно согласен. Вот здесь с той же самой серии. По сути, воля... Говори. По сути, воля – это двигатель. Без воли нет прогресса, но воля опирается на осознанность. Это вектор. То есть воля двигателя, осознанность вектор. Если осознанности нет, то воля человек себе может поломать, допустим, ну я подчеркну, в принципе, это бы уже было сказано, солидарен повторюсь, что, допустим, тело не выдерживает, уже по швам не выдерживает. А тут воли – нет, надо, нет, надо, нет, надо. Мы себя только поломаем, если нет осознанности. Слушать свое тело, слушать сигналы тела. Слушаем сердце, слушаем тело. Два инструмента наблюдения. И двигатель, то есть воля, которая нашу осознанность наполняет жизнью. То есть осознанность волю наполняет жизнью, а воля осознанность наполняет жизнью. Они рука об руку идут. Воля двигатель, осознанность, вектор. Мне вот здесь как раз, когда Гриша писал о том, что не может сказать, что отказ от мяса, рыбы, всяких тортов от этого сильно страдает. Вот когда ты, Гриша, отказывался от мяса, рыбы и всяких тортов, ты это делал как? Для чего? С какой целью? Просто чтобы проверить свою волю или чтобы достичь какого-то результата? Вот если просто проверить свою волю, это одно. Это может быть, да, проверил сильно волю, замечательно, хорошо, но это может просто остаться на уровне проверки или какой-то там игры, или какой-то глупости. А если же ты хотел достичь какого-то результата и осознанно пошел на это, понимая, что это тебе вредит, что организму это не нужно, что твоим мозгам это плохо, что твоему кишечнику это плохо, что там еще чему-то плохо, энергетические каналы забиваются, да мало ли что, да. Если ты все это осознал, то тогда само собой, даже как воли, как проявления уже не надо, просто организму это становится не нужно. Организм соглашается, биокомпьютер включается, биоробот соглашается, да, мне это не нужно, мне и так хорошо. И тогда никаких страданий тело уже не испытывает, никаких силовых актов проявлять не надо, никаких поломок не будет. Двигатель работает гладенько, мягенько, спокойненько и везет машинку туда, куда надо. Хорошо, давай дальше. Вопрос эфир, как останавливать внутренний диалог. В книге Дмитрия будет это все? Дядя Вася из Одессы. Так подписался наш задающий вопрос человек. Да, в книге будет и уже есть на сайте раздел держания внимания техники концентрации спаса. Там описан метод очень хорошей, действенной концентрации спектра. Это два образа силы, которые наши предки использовали в визуальной концентрации. Есть аудиальная концентрация, визуальная, тактильная. В общем, пять наших органов чувства. Обычно используют для концентрации три. Аудиальная, визуальная, тактильная и четвертая ментальная концентрация. Визуальная, ментальная – это прямые каналы для нашего подсознания. Обычные тех, у кого они работают, к примеру, человек зрячий, не слепой, лучше всего использовать зрительный. И вот из зрительных король по концентрации это спектр. Есть прямое направление внимания, есть обратное направление внимания. Прямое увеличивает нас волю, обратно увеличивает нас состояние любви. И вот спектры как раз предназначены, чтобы оба этих качества взрастить одновременно. То есть соединить прямое и обратное внимание. На сегодняшний день одни традиции используют прямое внимание, другие традиции используют обратное направление внимания. Концентрация спаса, чем хороша, она использует одновременно два направления внимания. И вот на сайте уже есть, можно в свободном доступе уже использовать ее, практиковать. Здесь вопрос. Какой у тебя веб-сайт? Как тебя можно почитать, посмотреть, послушать, где находятся книги и так далее? Сайт называется тымастер.ру Тымастер.ру Да, тымастер.ру Либо просто русскими буквами написать тымастер и там фио, допустим, Лапшунов тогда поисковик поймет два этих слова, соединит и выведет на сайт. Вот сейчас я эксперимент провожу по Яндексу, написал тымастер просто.ру тымастер.ру И вот написал сварга, добро пожаловать в себя тымастер.ру Сразу первым сайтом мне выдал. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Эксперимент проведен. Эксперимент дал положительный результат. Дальше вопрос такой крик души тоже называется. Маруся пишет. Что делать, если есть желание родить детей, а у сердца нет отклика к сексу? Здесь первое. Действительно ли это отклик сердца либо отклик к психике? Может возникают какие-то сомнения, боязни, либо недоверие? Это одно. Либо если действительно нет оклик сердца, тогда сердцу это не надо, тогда душе это не надо. Но это если мы действительно слышим сердце, а не психику. Свои убеждения подсознательные. Здесь может два варианта. Либо, допустим, на уровне ума мы хотим детей, то, что так надо их, ну, хочу там проявить свою жизненность, либо понянчиться, понянчиться, сердце уже, допустим, истощило, прошло этот опыт, и уже все нейтрально к этому относится. А второй вариант, наоборот, зеркальный, когда наоборот на уровне сердца мы хотим детей, а на уровне ума нейтральность. Тут нужно пронаблюдать, где сердце, в каком из этих двух аспектов. А ты знаешь, здесь как раз, мне кажется, можно вернуться, потому что мы говорили до этого, то есть осознание, оно первично. Что значит надо понять хочу детей родить, желание родить детей. Родить детей откуда? Принести из капусты, из магазина, айс, чтоб прилетел, крылышками похлопал, детеныш в руки свалился, или родить на физическом плане. Вот если мы говорим про физический план, то в этом случае надо уже и как-то договориться, что ли, с своим телом, надо как-то осознать свое тело, потому что именно оно будет рожать ребенка. Да, душа, дух и все остальное, они будут неспосланы, но воплощаться-то они будут в физическом нашем пространстве, через физическое тело. И поэтому, мне кажется, здесь произошел разрыв у Маруси между физическим и чем-то более высоким. Вот как-то соединиться надо, чтобы это был уже человек, полноценный человек, где есть и полноценная физиология, и полноценный человек как нечто высшее, тот, который управляет физиологией. Иначе, если мы что-то одно убираем, то в этом случае мы тогда вряд ли можем себя полноценно назвать. Ведь многие, как-то я так сталкивался с людьми, говорят, мы хотим быть богами, мы вот все физическое здесь убираем и переносимся только вот на уровень мысли, на уровень энергии, и прочее, прочее. Я задаю вопрос, а вы, те, которые хотят быть богами, вы себе задавали вопрос, а почему вас сюда вот в этих телах поселили? Но если бы было угодно и выгодно, вас бы, наверное, сразу без тел куда бы поселили, и там бы вы существовали и нормально были. Но именно в телах вас сюда направили. Видимо, необходимо этот урок пройти, видимо, необходимо эти ощущения получить, видимо, необходимо научиться управлять этими телами и подчинить эти тела для благости вашего высшего Я. И вот, когда у человека вместе складывается физическое и высшее Я, вот тогда он может быть человеком. Иначе, если доминирует только физика, то это человекообразное существо, некая обезьяна говорящая, или когда только духовное, в этом случае, ну, тоже не совсем все правильно. Вот, может быть, с этой стороны как-то рассмотреть Марусину проблему? Ну, да, однозначно, если одно желание иметь детей, второе желание какое-то препятствие к этому, значит, уже есть разлад. Одно противоречит другому ум и сердце. Одно, возможно, сигнал от физического, другого от тонкого. Нужно соединять, сначала посмотреть, где сердце, либо в каком из желаний. Хорошо. То есть, становимся гармоничной, полноценной личностью во всех направлениях. Дальше. Вопрос в эфир. Да, в любом случае, когда человек в цельности находится, у него в союзе становится душа и разум. Они, так называемые, они моментально проявляют одно и то же желание. То есть, вот такой признак. Хорошо. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Не могу понять, что значит слушать свое сердце. Поподробнее об этом можете рассказать? Первое. Когда человек учится, допустим, слушать свое сердце, можно определять какой-то вектор своей деятельности. Куда мне пойти, какой сделать, допустим, выбор. Вот у нас каждый день у нас есть, допустим, выбор сделать так либо иначе. Пойти такой-то путем либо таким-то путем. И вот, к примеру, у нас там два варианта. Либо сделать движение это, и вот мы слушаем, так, допустим, пойду-ка я встречусь с этим человеком и, допустим, заключу с ним какой-то там договор. Либо там проведу какие-то занятия. Человек пригласил там какие-то занятия, а теперь представили этот вектор, это направление и параллельно слушаем, что подсказывает наше сердце. Приятно ему, радуется, грубо говоря, улыбается, комфортно на душе. Значит, да, этот вектор, которому нам нужно пойти. Если какой-то страх, волнение, переживание, значит, либо этот человек не готов, либо это событие нам уведет в сторону. Если нейтрально на душе, ровно, соответственно, это вектор в ноль, ни туда, ни сюда, три. Вот в доминанте три обычно основных таких чувств. Либо приятно на душе, комфортно, жизнерадостно, либо тревога, либо нейтральность. И вот представили вектор, в котором идти, прослушали себя. Представили другой вектор, еще раз послушали себя. И те более сильные и благостные, где отношения есть, тем путем исследуем. Итак, с практикой и чем чище разум остановка внутреннего диалога, этот сигнал будет более сильный, более отчетливый, что со временем мы просто уже будет первостепенно, он быстрее будет срабатывать на какие-то предложения, либо встречи, либо выборы, выборы пути. Хорошо. Следующий вопрос от Маруси. Дмитрий, является ли нормальным при переходе на сыроедение притупление вкусовых рецепторов? Да, когда перестраивается наше тело на физическом уровне на новое обменное вещество, то же самое перестройка на энергетическом, на психическом уровне разума будет происходить. Наши сигналы, в данном случае органы сначала притупляются, идет тройная стадия из трех циклов. Первая стадия, вернее, первый цикл в этой стадии показатели падают, второй цикл возвращаются, нормализуются, и третья стадия усиливаются. И вот первая стадия, да, наши показатели падают. Это перестройка, это очищение. После этого восстанавливаемся, мы достигаем такого же рубежа, но уже на новом уровне питания. И следующая это трансформация, когда не раз и усилились. Но усилились подконтрольно, имеется ввиду, не в хаосе, а уже подконтрольно. И поэтому, если показатели упали, мы можем отследить. Либо у нас идет чистка, и мы делаем правильно, идем правильно, либо мы что-то сделали неправильно. Если мы что-то сделали неправильно, ощущаем тело. Болезненно ему, дискомфортно ли ему. Если дискомфортно, болезненно, тогда да, мы что-то сделали неправильно. Ты знаешь, наверное, надо еще отметить следующее Что очень часто происходит переход Когда на менее подслащенную, менее соленую, менее перченую То есть яркие вкусовые, когда вот эти дополнения в пище присутствуют То есть на пищу с менее выраженными яркими вкусовыми добавками То в этом случае организм не так воспринимает пищу Такое ощущение, что пища вообще не соленая, какая-то пресная, не сладкая И так далее и тому подобное Потому что много лет он воспринимал пищу по тем лекалам, которые были заложены уже Вот столько-то соли нужно, и он уже привык Вот столько-то сахара, вот столько-то перца, кислоты и так далее А когда человек начинает употреблять естественную пищу без искусственных добавок Вот как помыл, почистил, ну и съел То в этом случае организм говорит, что-то не то, как-то не так Я не чувствую, я не ощущаю И со временем, мне кажется, через какое-то время все должно восстанавливаться Все должно меняться Не сразу, но потихонечку Просто, наверное, это надо списать на какой-то переходный этап Как ты думаешь? Да, совершенно верно Я тут еще только что вспомнил Вот мне прям рассказывают, прям всплыло в голове Был такой момент в жизни Не так давно на Первом канале была передача касаемо питанию И там выступало два моих инструктора И вот сегодня в социуме есть такое выражение, как интуитивное питание И вот настолько был поражен, что в социуме уже психологи, диетологи Настолько исковеркали это понятие интуитивное питание То есть советуют людям Так, сегодня встал, захотел там острого Сегодня встал там от психики То есть поменяли понятие интуитивное питание и психическое питание Куда следуют вкусовые рецепторы и так далее и тому подобное И начинали распространять вот это вот именно психическое питание То есть следовать не столько за осознанностью, сколько за психикой А именно раньше интуитивным питанием Это ни в коем случае не было связано с психическим питанием А именно когда у человека чистый разум И он интуитивно тело начинает ему подсказывать И вот перепутав эти два, вроде бы слово одно и то же А большую дают разницу И вот перепутав эти вещи, человек уйдет в нехорошую сторону То есть фильтровать психическое питание вкусовых рецепторов И интуитивное питание Это разные вещи Это вот просто сейчас спуло И я решил поднять эту тему Так, а вдруг кто-то с этим столкнется Хорошо, вопрос в эфир от Олега из Иркутска Существует мнение в эзотерических йоговских направлениях Что человек несет за прошлой жизни кармическую ответственность Но, по моему мнению, такая позиция не во всех случаях применима Перегибают палку йоги-эзотерики по проецированию оправдания таким образом В умах людей, абортов, торговле и органами и других злодейств Какой смысл в таком разве наказывать человека за деяния в прошлой жизни Если он этого не сможет осознать Прочувствовать и страдания Уроки И зачем тогда дается жизнь снова Чтобы получить бессмысленные пинки под зад из прошлого Просвети меня, может, я чего и недопонимаю Благодарю, Олег из Иркутска Ну, вообще, что касается то, что мы называем карма Прошлое, будущее Человек привык сегодня смотреть на прошлое Что это где-то вчера, где-то сзади, за спиной А на будущее где-то впереди На уровне подсознания Так сказать, время Время у нас проявляется только на уровне нашего клубьего тела ума То есть только на уровне ума И, по сути, на уровне подсознания Вернее, сверхсознания Есть только Присутствие Сейчас И вот Если более прямо говорить Вернее Понятно То прошлое и будущее Это не сзади и впереди А слева и справа стоят нас И мы одновременно проживаем Наша часть аспекта Находится в будущем Тело В настоящем Ум В настоящем Подсознание В прошлом Сверхсознание В будущем И мы Эти три аспекта Одновременно проживаем И карма Это не то, что Что-то нас Карает Карма Это просто инструмент Вселенной Которая пытается Соединить Весы Выровнять Сознание Сверхсознание И подсознание Между собой И мы просто Воспринимаем Так Какое-то воздаяние Пришло Точно так же И благие За благие Человек Получает Допустим Пряники За плохие Кнуты И вот Это вот Карма Это не что-то плохое Это просто Естественный Механизм Выравнивания Весов Сознание Подсознание И сверхсознание Между собой И поэтому В любом случае Если мы Сегодня Своим умом Не помним Что было В прошлом Воплощение Это не значит Что его не было Это просто Слабость сознания Не позволяет Пока Это вспомнить И то Прошлое Это не где-то Сзади Это просто Слева Будущее Справа И все это Вместе Проживается Наш аспект Духа Одновременно Все эти сферы Проживает И Мы В настоящем Соединим Прошлое Будущее Предки Раньше говорили Такую хорошую вещь Мне как-то В свое время Это очень сильно Понравилось Выражение Что Аза То есть Бога Воплощенного На земле Скрывает Время Покори Время И ты Станешь Азом И вот Как раз Укоренившись В присутствие В настоящее Мы попадем В то состояние Где прошлое Будущее Будущее Слопывается Слопывается В этом Настоящем До этого Они Расширяются Расходятся В сторону И Та дуальность Которую мы Называем Кармой Пытается Всего Равновесить И да За одни вещи Мы получаем Кнут А за другие Пряник В зависимости От того Действия Которое Мы совершили Именно Сейчас И поэтому Хотим Мы верим Хотим Мы не верим Прошлое Всегда Будет влиять На наше Настоящее Настоящее Всегда Будет влиять На наше Будущее И только Тот Кто Покорит Природу Времени То есть Войдет В состояние Двига То есть Присутствие Есть Сиг Там Один Сиг Там Колоссальное Количество Секунд Есть Двиг Которое Колоссальное Количество Сигов И вот Войдя В это Состояние Чтобы чувствовать Не просто сиги А даже Двиги Вот эти Колоссальные Единицы Времени Пребывать В них И вот Тогда Время Всхлопнется И вот Тогда Мы Растворим Карму Вот этот Двигатель Так как Одновременно Будем находиться И в прошлом И в будущем И в настоящем То есть В трансцендентности До этого Сон Этот алгоритм Стремления Соединиться Который Мы называем Карма Выравнивание Весов Будет На нас Влиять Верим Мы в это Либо не верим Хорошо Здесь можно Тоже Так Себя Что-то Сказать Такое Ну Например Вот Есть Локальное Есть Глобальное Локальное По сравнению С вечностью И бесконечностью Это Физическое Тело Которое Живет Какой-то Небольшой Отрезок Жизни Ну Что Такое Даже Сто лет По сравнению С вечностью По сравнению С бесконечностью По сравнению С тем Где нет Вообще Времени Это Ничто Но Мы должны Понимать Что Локально Вот В этом Смысле Например Грубо говоря Сто лет Живет Физическое Тело Которое Должно Испытывать Какие-то Воздействия Как-то Проявлять Себя Чему-то Учиться Но Эти все Обучения Они Также Могут Делиться На Локальное И глобальное Вот Локальное Остается С этим Телом То есть Оно Помирает И Больше Ничего Не будет А глобальное Оно Все Что Передается Туда Дальше В те Ячейки Мироздания Которые В дальнейшем Потом При новом Воплощении Опять Заново Подтягиваются Опять Заново Передаются То есть Это Кармические Связи Генетическая Или родовая Память Память Акаши Хроники Акаши И так далее Вот по-разному Кто-то называет Но Суть Даже Сейчас Не в этом И Поэтому Если Мы Говорим Почему Мы Не Помним Своих Предыдущих Воплощений Да Потому Что Вашему Глобальному Это Не Надо Тело Отрабатывает Только Делал Сам Какие-то Гадкие Дряные Вещи То Душа Должна Получить Опыт Возмездия Но При этом Телу Не обязательно Знать За что Это Возмездие Это Неинтересно Вот Если Телу Будет Необходимо Это Узнать То Обязательно Тело Это Каким-то Образом Узнает Через Учителя Через Умную Книгу Через Какую-то Случайную Фразу Через Какое-то Случайное Слово Неважно Как Через Сон В конце Концов Оно Это Узнает Вот Все Что Необходимо Локально Телу Нужно Узнать Здесь На земле Оно Узнает Все Остальное В расчет Может Не браться Вообще Потому Что Для души Более Важно Чистоту Эксперимента Провести Чистоту Получить От Тех Реакций Которые Необходимы Чтобы были Если бы Тело Все это Знало Ты Будешь Идти По улице И вдруг Выскочит На тебя Маньяк И он Тебя Ножом Сюда Ударит Или Дубиной Сюда Ударит Или Кирпичом Разве Тело Будет Спокойно Идти И ожидать Когда его Ударят Нет Оно Будет Дергаться Оно Будет Идти Ожидать А так Никто Ему Не Говорит Оно Идет И при этом Кирпич Плавно Опускается На голову Или При этом План Выполнен При этом Тело Не взялось В расчет Но при этом Передало Все эмоции Все ощущения Туда Куда Надо Вот это И есть Частота Эксперимента Если вы Еще не Отвязываете Себя От тела А считаете Что вы Это и есть Тело Тогда для вас Это непонятно Если же Вы понимаете Что тело Всего лишь Часть Игры Которая Проводится Для Вашего Нечто Более Высокого И для Мироздания Вообще Тогда вы Понимаете Что это Такое Но опять же Я не призываю К тому Чтобы полностью Отвязаться От тела Я предлагаю Быть полноценным Человеком Который Здесь при жизни Может уже Некоторые Уроки Проходить Без Серьезных Болевых Ощущений Без Серьезных Проблем Для этого Тела Исправлять Кармические Связи Опять же Без Серьезных Проблем Всего лишь Навсего Через Сознание Через Совесть Через Понимание Через Ведание И тогда Все будет Снайдеть Со своей Места Вот как-то Так Да Причем То что Если назвать Воздаяние Душа Дает Ому Не просто Воздаяние А от Совести По совести С наслаждением Единственное Кто себя Карает Кто вообще Карает Нас Это мы Сами Наша Более Высокая И карает По душе С любовью Дает Кнут И с любовью Дает Пряник Чтобы мы Стали Точно так же Лучше Сильнее Мне пишут Ох уж Этот Леша Опять завелся Дин Ты меня саживай Если я тебе мешаю Что-то Или говорю Не по делу Ты меня саживай Скажи Алексей Спокойно Спокуха Дункель Наша в городе Так Дальше Павел Сурала Вопрос в эфир Насколько я понял Випассана Одна из лучших Дополнительных практик Для очищения Сознания Которая Доступна Любому И ребенку И взрослому Что можно Порекомендовать Для выполнения Этой практики Техники Техника безопасности Какая? Ну вообще Слово Випассана Это работа С разумом Придумано Не так давно По сути Это вышло Из дзенского Японского Направления У нас У нас У нас это было Что-то На подобии Скита Такого Серьезного В Которую Она Предназначен Это Скит Випассана Три основных У нас В старину Спасе К ней Переступали Только тогда Когда человек Укоренился И освоил Технику Вороньего Дозора Причем Освоил А не думай Что освоил Итак Скит То есть Випассана Предназначена Для работы С разумом И Обычно Допускаются Там есть Предварительные Подготовительные Практики Что касается Допустим МАИП Есть много Вариантов Программ Всех не знаю Я знаю только Своё направление Там есть Предварительные Практики С которыми Справится Практически Каждый От Гармонизации Полушария Мозга Начальный Стадий Это то что мы Называем В социуме Известно как Сенситив С ней справятся Многие И они подводят Уже к технике Остановки Внутреннего Диалога Те техники Подводят К технике Вороньего Дозора То есть Соединение Мира Яви И мира Прави Одновременно И те кто Соединит Входят в состояние Прави И уже в этом Состоянии Можно практиковать Технику Трикчо Итак Открыто для всех Но Просто не все Дойдут до Третьей Практики А будут Параллельно Практиковать Первую Подготовительную Предварительную Но зато Узнают Как ее Практиковать В общем Таким Вот образом Так Про технику Безопасности Ты уже Все сказал Или еще Что-то Добавишь Что касается В технике Безопасности В данной Практики Подготовительные Это и есть Определенная Безопасность Хорошо Хорошо Система Как это Если грубо сказать Система Дураков Там работает Да Не сделал Ничего страшного Не случится Но при этом Не испортишь Ничего Ну да Как предохранитель Сопротивления Сгорело Все Ток Дальше Систему Не повредил Так И здесь С одним Звеном Не справился Все Нарабатывающего Пока Не справился Не усилил Тумблер Отщелкивается Автомат Сработал Вопрос Эфир от Олега Зыркутска Мудрость И хитрость В чем Схожесть И отличие Этих Понятий Дмитрий Хитрость Идет от ума Когда человек Набрал За свою Жизнь Каких-то Идеологий Норм Поведения Как Должен Поступать Он И как Должны Поступать По отношению К нему Допустим К человеку И вот он Себя ведет От ума Выстраивает Свою жизнь И Взаимодействие С другими Людьми Мудрость Идет От 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 Разума От Нашего Подсознания В тот Момент Когда Ум Растворен То есть В покое В кристальной Чистоте Ума Без Внутреннего Диалога Проявляется Мудрость Если же Внутренний Диалог В хаосе Человек Совершает Те же Самые Действия Но уже От ума И тут Уже Может Проявиться Либо Хитрость Либо Логическое Здравомыслие У кого Какая Психика То есть И Логическое Здравомыслие И Хитрость Это Поприще Ума Мудрость За пределами Ума Оно Только Проявляется Когда Ум В покое Ум Растворен И Проявляется Разум Хорошо Благодарю Дальше Евгения За этот вопрос Сразу Евгения Уточняю И другим Что если В начале Вопроса Нет слова Фразы Вопрос Эфир Связки Вопрос Эфир Я такие сообщения Воспринимаю Как просто Сообщение В чате Дружеские Сообщения Или вопрос В чате Или реплика В чате И так далее Не ленитесь Пишите Вопрос Эфир От Евгения Из там И дальше Место Приблизительно Здесь страна Чтобы было понятно Откуда Но поскольку Интересный вопрос То я Решил Внести сюда Евгения За этот вопрос Женщина Обязательно Должна Хотеть Иметь детей Женщина Как и Мужчина Как и Мужчина Должны То Куда Стремятся Душа Если Душа Допустим У женщины Стремится Иметь детей Значит На данный момент Это ее Душевный Долг Если Не стремится Душа Значит Либо Душа Не созрела Либо Душа Перезрела То есть Уже Прошла Этот опыт Единственное Что мы Должны Это Слушать Душу Своё Сердце А так Нет Необязательно Воплощении Грубо говоря Женщины Иметь Ребенка Соответственно Если допустим Душа Стремится А мы Умом Не хотим Всё Мы Сломали Лад Подсознание И сознание Мы Уничтожаем Себя Если Душа Хочет А ум Не хочет А если Мы Вошли В резонанс Это Душа И Разум Тогда Нам Нет Ограничений Хорошо Вопрос Эфир От Олега Из Иркутска Сергей Альбертович Саль В эфирах Радио Вещал О Положительных Свойствах Лени В области Технического Прогресса Человечества В целом Но Неправильнее Было бы Разрабатывать Не костыли Технические Устройства В разных Областях Деятельности Людей А развивать Огромные Возможности Потенциала Человеческого Мозга Который В среднем Развит У населения Земли На 3-5 Процентов Как ты думаешь? Совершенно верно Я Одно В принципе С чего Мы начинаем Занятие Это то Что Я говорю О том Что Есть Внешние Протезы А есть Внутренние Способности И то Что Чем больше Мы заменяем Внешними Протезами Свои Внутренние Способности Тем дальше Наши Активнее Вернее Наши Внутренние Способности Тускнут И Трофируются И поэтому Я всегда За внутреннюю Алхимию За Внутреннее Проявление Своей Способности А не Замена Внешними Протезами Внешние Инструменты Можно На какой-то Стадии Помогать На ноги Мы должны Их откинуть И двигаться Сами Самостоятельно И автономно По-моему Там еще было Что-то написано Про Положительных Качествах Лени К сожалению Я не знаю Ни одного Положительного Качества Лени Я уточнил Что имеется Ввиду Он Говорил О следующем Сергей Альбертович Что Благодаря Лени Человек Изобрел Множество Приспособлений То есть Это является Движком Для прогресса Технического А мы сейчас Говорим Что технический Прогресс Это конечно Здорово Но это В свою очередь Костыли Которые Человека Делают Более Слабым Вот Простой Пример Как-то Взяли В школе Провели Эксперимент В средних Классах Сейчас же Все с телефонами Ходят С айфонами С айпадами И прочими Андроидами Вот Взяли Провели Эксперимент Детей В школу Запустили И попросили Сдать На урок Все телефоны Вот все что есть Калькуляторы Телефоны Ну все техническое И дали им Простые Задачки Где-то там По математике Ну Начальная Средняя школа И к удивлению Вот Большинство Не смогло Решить этих Элементарных задач Потому что Уже Несмотря на то Что в первых классах Таблицу умножения Изучали А вот На практике Ее не использовали Потому что Всегда Доставали телефон Где-то там Есть калькулятор Или калькулятор Сами И умножали Прибавляли Складывали Делили И получался Исходный вариант Вернее На выходе Получался правильный вариант А вот когда Все убрали Вот эти костыли То больше половины Класса Просто не смогли Ничего решить Вот представьте Точно такой же Вариант Когда например У вас есть Технические средства Которые вас перевозят Которые вам усиливают Слух Которые вам усилят Вкусовые ощущения Или еще что-то Еще что-то Еще что-то Вдруг в один прекрасный момент Включилось электричество И эти все действия И все эти вот Приспособления Они бездействуют Они не работают И в какую-то среду Попадает человек Это же просто ад Для него Он ничего не может сделать Он ничего не может почувствовать Никуда не может переместиться Вот к чему может довести Вот такая вот Кастеризация Абсолютно согласен Точно так же Как мышцу Не тренировать Она трофируется Становится слабой Точно так же Как разум Не тренировать Он становится пассивным Слепым И уходит в прострацию Так Николаевич задает Очень важный вопрос Как освободиться От установки На саморазрушение Внедренной В человек Гипнотическим воздействием Вопрос понятен? Да Есть Три инструмента От Слабого От Младшего До Высшего Начну С высшего Этот инструмент Применяют люди С высшими способностями То есть Те Кто способен Останавливать Внутренний диалог Все установки Влияние Это мыслеформа Которая Записывается У нас На уровне Подсознания И вот Если человек Навлияли У него было Где-то одно Мыслеформа На нее наложили Вторую поверх И теперь Допустим Установка Она Допустим Саморазрушение И вот Для высших способностей Это войти В состояние Чистого сознания То есть В концентрацию Где остановили Внутренний диалог И тогда сначала После растворения Внутреннего диалога Растворятся Все шаблоны Убеждения Подсознания Это Так называемый Путь высшей колесницы Путь высшего Сварожьего круга Путь среднего Сварожьего круга То есть Средней колесницы Это Переписывать То есть Аффирмации Которые работают Лучше всего Перед сном Скотно засыпать Допустим Если состоит Мыслеформа Подсознательное Убеждение На разрушение То человек Допустим Засыпает С убеждением Что Я долгожитель Либо я Совершенный Я здоровый Я Обязательно В моменте Настоящего Я уже Достиг Я уже Имею Это качество То есть Не я достигну А я уже Имею Это качество И человек С такой Аффирмацией С таким Убеждением Засыпает То есть Перепрошивка Своего Подсознания Но это Путь Семеричности Путь Средней Колесницы То есть Обычно Называют Это Красить Золото Золотой Краской Но тем Не менее Это Тоже Инструмент Для тех Кто не Способен Останавливать Внутренний Диалог Это достаточно Хороший Инструмент Перепрошивки И под низшей Колесницы Низшего Сворожьего Круга Это Просто Обращаться К такому Же Извне Кто влияет С зеркальной Противоположной Программой Чтобы записал И так далее Если не можем Сами перепрошить Помогает Если Способны Вообще Погружаться В состояние Безмыслия И сохранять Пребывать в нем Длительное время Больше Получаса Тогда нам Не нужна Не перепрошивка И нам Не нужны Люди Которые Нам В этом Помогают Мы Сами Работаем По Принципу Вселенной И еще Хочу Миколаевичу Сказать Что Прежде всего Надо Понять Насколько Правдивым Является Тот Ответ Что В тебя Внедрена Эта Система Саморазрушения Может быть Кто-то Что-то Придумал Тебе Может Кто-то Внушил Что-то В тебя Внедрено На самом деле Там Ничего Нет Бывают И Такие Интересные Плацебо Разрушающие Как Кто-то Говорит На тебе Сглаз На тебе Порча Кто-то В тебя Вложил Систему Саморазрушения Установку На саморазрушение И так далее На самом деле Никакой Порчи Никакого Сглаза Никакой Системы Саморазрушения Или установки На саморазрушение Нет Просто-напросто Человеку об этом Сказали И он Это воспринимает За чистую монету Вот так случилось Какой-то авторитет Ему об этом заявил И он Начинает жить По установке Что якобы В нем Это есть И он Реально Начинает Себя Саморазрушать Это принцип Плацебо В обратную сторону Не на созидание Не на самоисцеление А на саморазрушение Поэтому Проще Проще Всегда Поступить Ну вот Так сказать Как Дмитрий Но с одной установкой Задать себе вопрос А почему Я думаю Что во мне Это есть Во-первых И во-вторых А если это есть То оно проявится Есть же какие-то Очень простые Тестовые способы Проявления этого И как правило У большинства людей Которым Кто-то когда-то Сказал об этом Когда они начинают Проверять Ничего такого На самом деле В них нет Это всего лишь Навсего Игра Их разума Подчинение Включение В эту игру Вот это надо Учинить Да Совершенно верно Именно то Во что мы верим Убеждены То начинает И реализовываться Формировать наше тело Либо наше пространство Всехречи События вокруг себя Либо то что мы верим Либо то же самое Когда человек Чего-то боится Это практически То же притягивание Мыслеформы И проявление его Если подходить Чисто Физиологически И по алгоритмам Расписать эти вещи То наша ДНК Управляет Обменные вещества Телом То есть ДНК Управляет тело На ДНК Влияет наше Подсознание А на подсознание Влияет наше Сознание То есть Осознанное И вот если к нам Повлияли Внедрились В подсознание Это будет влиять На ДНК То мы через сознание Можем Своими убеждениями Либо опровергнуть Свою мыслеформу Подсознательную Либо перепрошить Либо более высокий Растворить Ну то есть Грубо говоря Представьте себе Ребенок рождается У него подсознание Вот это телесное Начало ДНК И впрочем Они имеют Определенные Только установки Природного Начала Без которых Ребенок не может жить Это то что называется Инстинктами По научному Да Мне больше нравятся Наши русские слова Будем сейчас употреблять Инстинкты Какие-то Безусловные Потом условные Рефлексы Вот условные Рефлексы Они начинают Нарабатываться И начинают Забивать Все остальное И в этом случае Получается Что человек Дрессировал Своё Человекообразное Существо То есть Сознание Дрессировало Своё Человекообразное Существо Своё Подсознание И в дальнейшем Подсознание Уже начинает На автомате Как-то вот так Трудиться И работать Таким же образом Можно Переформатировать Своё Подсознание Таким же образом Можно убрать Любые программы Поставить новые Ведь всё это Через осознание Делается Но надо просто Через усилия Уже Через осознание Понимание Это делать Усилия не физические А усилия Именно мысленные Мыслительные Объяснить А почему это я делаю А мне это нужно Нет А что это даёт А мне это нужно И так далее И в конечном итоге Поставить себе цель Поставить себе программу И через месяц Через два Через три Вы заметите Что у вас всё меняется Меняется абсолютно Вы не дёргаете Когда вам кто-то что-то говорит Вы не рефлексуете Вы не проявляете возбуждение То есть эмоции из вас Не про то Возбуждение Хорошее слово И так далее И вы в конечном итоге Становитесь Не управляемым со стороны А самоуправляемым Человеком То есть человеком Тот который подчинён Интересам высшего я То есть своего истинного А тело всё лишь на Всё инструмент Который Исполняет эти задачи Вот это вот Проявление Именно Развитости человека Зрелости человека А всё остальное Это так Игры Игры Непонятно кем затеян Непонятно для чего И ещё вопрос здесь От Виталия ДЦП Самоизлечимо? Ну вообще Пока мы с ними Не встречались Случаи Где Не было бы Возможности Восстановить Человека От онкологии Раковой До ДЦП Нарушения Центральной нервной системы Конечно С тяжёлыми Симптомами Стадиями Ещё не встречался Но Все функции Что притягивают Прорастают На поле То же самое У нас То что мы Сегодня Думаем Обдумываем В этом Воплощении Либо в прошлом Воплощении Как мыслеформа Оседает В подсознании В подсознании Крепнет И потом И потом Через Нное количество Времени Формируется В нашу Психику В наши Убеждения Стереотипы И из подсознания Уже выходит Как реакция На внешние Раздражители Мы даже Не успели По чём-то Подумать Сейчас А у нас Раз уже Сработала Мыслеформа Идея Либо реакция То есть Все эти реакции Это когда-то Наши мысли Которых мы Обдумывали Ну давно Давно И долго Долго Либо Наполнили Хорошенько Их Психическим Состоянием И вот По сути Мы О чём-то Наше внимание Ухватило Одно мысль Если мы Долго Удержим Мысль Во внимании Там где Внимание Туда стремится Энергия И вот мы Наделяем Эту мыслеформу Энергии Энергия Наполняется Силой Оседает В подсознании И так Сформировалось Одно звено Внутреннего Диалога Потом другая Мыслеформа Третья И так Формируется Цепь Внутреннего Диалога Мыслеформ Которые Записываются И продолжаются Усиливаются Копятся Формируя Более Сложную Цепь Внутреннего Диалога В нашем Подсознании А уже Сейчас Наши Прошлые Эти цепи Проявляются Проявляются И проявляются Хорошо Еще поступают Вопросы Но я думаю Что мы уже Ограничимся Последние вопросы Я с вас занес Да Отлично Так И Вопрос Эфир От Дениса Из Белграда Может ли Объяснить Может ли вы Объяснить Для чего Нужно Вайшнавам Самогипнотизироваться Махам Мантрой Да Правильно Прочитал Харе Кришна В каждой В каждой Традиции Есть практики Ограничности Семеричности И трансцендентности То есть Младшей Средней И высшей Колесницы Это Данный Механизм Это Называется Путь Срединной Колесницы Когда человек Себе Перепрошивает То есть Перекрашивает Золото Золотой Краской Это Их не Путь Это Их не Способности Точно так же Как Человек Рождается Ходит в садик Потом в школу Потом в институт Садик и школа Тоже нужны В каком-то Случае Перед институтом То же самое Здесь Путь Семеричности Путь Троичности Они тоже Несут Какие-то Инструменты Взращивания Для тех Кто Именно Этого уровня И вот Перепрошивают Себя Создают Эти Мыслеформы Подсознательные Потом Если Теряет Физическое Тело Их не Подсознание Прельщается И попадает В матрицу Топ Вот это вот Мантру Которую они Начитывали Куда Перепрошились То есть Я называю Это Красив Золото Золотой Краской Не Проявить Своё Истинное Изначальное Золото То есть Свою Бессмертную Природу Автономности И непривязанности А вот Пока Человеку Нет возможности Взять И войти В это Состояние Чистоты Остремимся К совершенному И вот Эту мыслеформу Совершенства На себя Навешиваем Перепрошиваем Ею Но это уже Не наша Истинная А поверх Нашего Наложенная Тума То есть Это путь Семеричности В каждой Традиции Есть путь Троичности Путь Семеричности И путь Трансцендентности Хорошо Евгения Вопрос Дмитрий Если Женщина Не хочет Иметь Детей Это Ненормально По-моему У нас Что-то Подобное Было Итак Если Она Не хочет Иметь Детей Сердце Не расположено К этому То На данный Момент Это Нормально Либо Ее душа Не созрела Либо Уже Не нужен Этот опыт Если Психически То Да Это Ненормально Либо От ума То Да Это Ненормально Хорошо Ну что ж Все вопросы Озвучены У тебя Есть возможность Что-либо Сказать Доброе Вечное Хорошее Нашим Радиослушателям Попрощаться И на этом Мы эфир Закончим Друзья Сегодня Сегодня Практически Как две недели Моему ребенку Девочке И Я хочу сказать От собственного Опыта Что Семья По крайней мере Для меня И дети Ребенок Это настолько Меня зажгло Вот Внутренние Душевные Качества Прямо Нету слов И Если бы Не было такого Опыта У меня Я бы На теории Был Знал Что да Семья Там Самосовершенствует Способствует Каким-то Качествам Духовного Развития Душевного Развития То Уже Могу Сказать Это И на Опыте Что Семья Это Сила Духовная Душевная И Чисто Природно Естественная Мы Рождаемся Мужчина И женщина Не для того Чтобы Разбежаться По углам И Самосовершенствоваться По По Отдельности Мы уже От природы Имеем Потенциал Соединяться Так живет Природа Так живут Животные Так живет Человек Для того Чтобы мы Разбежались А для того Чтобы мы Соединялись И в соединении Стали Более сильными Более совершенными И Поэтому Желаю Вам Слушать Сердце Любить Быть Любимыми И Всего Вам Доброго Хорошо Благодарю Тебя За Очень Интересное Повествование В наших Радиослушателей Благодарю Тоже За Очень Интересные Вопросы Реплики Которые Поступали В чате Народного Славянского Радио Напоминаю Что Сегодня У нас На одном Из Современных Календарей 9 августа 2016 года Вторник На одном Из старин В 39-й день Месяца Получения Даров Природы 7524 Лето Пятница Мы говорили Про семью И духовный Путь Самосовершенствования Автор Соведущий Дмитрий Лапшинов Желаю Всего самого Доброго До новых Встреч Услышимся Всем Добра Народное Славянское Радио Все Нужно Все Важно Славянское 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 Славянское